Воссток 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 10-й Максим Кананец, 11-й Игорь Швец, 12-й Сергей Чапарев, 13-й Игорь Столяров, 14-й Алексей Столяров, 15-й Максим Карайченцев и 16-й польский спортсмен Роберт Косчеха. Итак, на старте уже участники первого заезда. За команду «Лукойл» здесь стартует по первой дорожке в красном нашлемнике Михаил Старостин и по третьей в синем Ренат Гафуров. За команду «Восток» Григорий Харченко и Максим Кананец. Григорий Харченко и Михаил Старостин лидируют на дистанции. Михаил Старостин, к сожалению, к сожалению, замедлил движение по дистанции, буквально остановился на первом повороте. Его начало разворачивать и в него врезался юниор команды «Восток» Максим Кананец. Произошло падение. Михаил Старостин поднялся буквально сразу же, а вот Максиму Кананцу, очевидно, необходимо оказать медицинскую помощь. Ну что ж, неудачное начало гонки. И, безусловно, здесь виновен Михаил Старостин. Он самостоятельно в борьбе с Григорием Харченко, но касания между этими спортсменами не было. Михаил Старостин просто начал разворачиваться на первом повороте. Однако, принимая во внимание, что это первый поворот, по правилу, все спортсмены будут допущены к перезаезду. И вот как раз происходит разбор этого инцидента. Михаил Старостин объясняет, как все произошло. Как я уже сказал, все четыре спортсмена допущены к повторному старту, но Максим Кананец получил небольшую травму. Видимо, все-таки ушибы. И вместо него сейчас будет стартовать запасной юниор команды «Восток» Максим Каральчинцев. Итак, еще раз состав участников первого заезда в порядке занятых дорожек. Михаил Старостин красный нашлемник, Григорий Харченко белый нашлемник, Ренат Гафуров синий нашлемник и Максим Каральчинцев желтый нашлемник. Все внимание на старт. И вновь борьба между Григорием Харченко и Михаилом Старостином. На этот раз все без происшествий обошлось. Григорий Харченко возглавил гонку на второй позиции Михаил Старостин. Третий Ренат Гафуров и четвертый Максим Каральчинцев. Ну что ж, отстают наши спортсмены от Григория Харченко. Открою вам небольшую тайну. На такой дорожке очень сложно развить большую скорость. Если, скажем так, выйти на большой радиус, то падение очень легко совершить. Такую дорогу спортсмены обычно называют лысой. И, честно говоря, большинство обгонов здесь может производиться только по внутреннему радиусу. Наши спортсмены, конечно же, менее привычны к таким дорожкам. И поэтому, может быть, уже на первом повороте Михаил Старостин совершил падение. А Григорий Харченко сейчас с такой легкостью отрывается от октябрьских гонщиков. И везет первую победу для команды «Восток» в заезде. Но счет заезда будет ничейным. Итак, Григорий Харченко 3 очка, Михаил Старостин 2 очка, 1 очко Ренат Гафуров и 0 очков Максим Карайчинцев. 3-3 в заезде и 3-3 в матче после первого заезда сегодняшней гонки. Ну и вот на ваших экранах Роберт Косчеха. Польский спортсмен, один из тех гонщиков, которые в прошлые годы пробивались в число участников личного чемпионата мира от Польши. Уже один этот факт говорит о многом. Могу сказать, что Роберт Косчеха почти ежегодно стартует в одном клубе с Томашем Байерски. И, видимо, этим объясняется то, что и Томаш Байерски, и Роберт Косчеха защищают цвета команды «Восток» в российском первенстве. Ну что, второй заезд. Роберт Косчеха возглавил гонку. Эдуард Шайкулин по большому радиусу. Талгат Галеев вдоль внутренней бровки. Но Шайкулин тем временем зависает на выходе из поворота. Его едва не настиг Сергей Чекмарев. Талгат Галеев закрепился на второй позиции. А Сергей Чекмарев опередил таки Эдуарда Шайкулина и вышел на третью позицию. Итак, порядок гонщиков на дистанции. Роберт Косчеха, Талгат Галеев, Сергей Чекмарев и Эдуард Шайкулин. Хозяева трека очень хорошо начинают сегодняшнюю гонку. Правда, Косчехе сейчас не удается слишком далеко оторваться от Галеева. Маленькая ошибка Косчехи может обернуться тем, что Галеев опередит Косчеху. Но еще большие шансы у Эдуарда Шайкулина. Эдуард непрерывно атакует Сергея Чекмарева. Дорогие друзья, я должен сказать, что может быть качество сегодняшней программы не слишком высокое. Но чтобы хоть как-то объяснить вам, это видеозапись получена благодаря помощи администратора команды «Восток» Владимира Алексеевича Селезнева. И съемки только с одной камерой. Поэтому, может быть, не самое лучшее изображение сегодня вы сможете наблюдать. И тем не менее, результат второго заезда в пользу команды «Восток». 4-2. Роберт Косчеха, Толгат Галеев, Сергей Чекмарев и Эдуард Шайкулин. Именно в этой последовательности спортсмены финишировали. Ну что ж, 7-5. Ольга у хозяев трека. После двух заездов сегодняшней гонки. И третий заезд в порядке занятых дорожек. Ренат Марданшин, Игорь Столяров, Денис Айфудинов и Алексей Столяров. Игорь Столяров возглавил гонку. Его тут же атакует Ренат Марданшин. И, оттеснив от внутренней бровки, выходит вперед. Денис Айфудинов теперь уже по большому радиусу атакует. Но ветеран команды «Восток» отстоял вторую позицию. Тем не менее, Ренат Марданшин ведет сейчас гонщиков по дистанции. Ренат на первой позиции. Ну, а Денис Айфудинов не может приблизиться к Игорь Столярову вплотную. Хотя, вот посмотрите, очередная атака. Денис выбирает большой радиус. Но на такой дорожке, еще раз подчеркиваю, обгон по большому радиусу маловероятен. И вот очередная попытка, и она не увенчалась успехом. Итак, на заключительный круг спортсмены уходят все в той же последовательности. Ренат Марданшин, Игорь Столяров, Денис Айфудинов. И четвертый на дистанции сын Игоря Столярова, Алексей. Редко такое встречается в спидлее, но вот мы с вами сегодня становимся свидетельными этого. Итак, 4-2 в пользу команды «Лукойл». Счет заезда и счет в матче 9-9 после первой серии заездов. Довольно трудно начинается для «Лукойловцев» сегодняшняя гонка. Скажу, что это дебют команды. Итак, Равильный Загидович Гатиятов. Здесь же администратор команды Николай Алексеевич Михоношин, Флюр Калимулин. Сегодня запасной в команде «Лукойл». Он не выступает. И вторая серия заездов. В четвертом встречаются Григорий Харченко, Талгат Галеев, Максим Карайченцев и Эдуард Шайкулин. Сейчас есть у «Октябрьцев» реальная возможность выйти вперед. Выйти вперед два спортсмена взрослых у нас стартуют. Ну а у дальневосточников, на виду с Харченко, юниор Максим Карайченцев. Но, к сожалению, у Талгата Галеева техническая неисправность уже на старте. Он прекратил движение по дистанции, так и не начав его. Ну а лидирует Григорий Харченко. Эдуард Шайкулин в роли преследователя сейчас. И третий на дистанции Максим Карайченцев. Эдуард Шайкулин пока не может провести результативную атаку. Ну, видимо, всему виной дорога. Дорожка сегодня подготовлена довольно специфично в пользу хозяев трека. Впрочем, это не запрещено, наверное, правилами. Ну а пока идет у нас четвертый заезд. Я скажу, что сегодняшний матч уже четвертый в чемпионате до сего момента. Состоялись две гонки. 30 мая команда «Локомотив» на своем треке переиграла «Восток» со счетом 57-51. 6 июня «Салават» переиграл у себя дома команду «Восток» со счетом 61-43. Об этих гонках я рассказывал в одной из наших прошлых передач. Поэтому особо заострять внимание на этом не буду. Фиксируем результат четвертого заезда. Он завершился со счетом 3-2 в пользу команды «Восток». Максим Харачинцев совершил падение и выбыл из борьбы. Григорий Харченко 3 очка, Эдуард Шайхулин 2 очка. 12-11 ведут хозяева трека. В пятом заезде гонку возглавил Роберт Косчеха. На второй позиции Ренат Марданшин. Далее следует Семен Власов. Прошу прощения, это Денис Сайфуддинов. И четвертый на дистанции Сергей Чекмарев. Сергей Чекмарев сейчас атакует Дениса Сайфуддинова. Наш генер как может отбивает атаки. Но оставив вот этот коридор, как раз возле внутренней бровки, Денис уступает Сергею Чекмареву третью позицию. Ну а что же впереди? По-прежнему Роберт Косчеха и с большим преимуществом над Ренатом Марданшином. Третий Сергей Чекмарев и четвертый Денис Сайфуддинов. Итак, спортсмены растягиваются по дистанции. И я продолжаю рассказ об уже состоявшихся гонках в чемпионате. Буквально вчера, 24 июня, команда Мегалада переиграла у себя дома команду Салават со счетом 72-36. Естественно, борьбы не получилось. Лучшие результаты в командах. В Мегаладе Сергей Даркин 14 плюс 1 бонус в пяти заездах. Роман Поважный 15 в пяти заездах. Сергей Ерошин 12 плюс 1 бонус. Илья Бондаренко 10 плюс 3 бонуса в пяти заездах также. В команде Салават Роман Каширин набрал 10 очков. Ну а у нас вновь 4-2 в пользу команды Восток. И 16-13 после пяти заездов в пользу хозяев трека. Итак, дебют гонки за хозяевами трека. Напомню, после пяти заездов 16-13 в пользу команды Восток. Шестой заезд. В порядке занятых дорожек. Первая дорожка белый нашлемник Игорь Столяров. Далее красный нашлемник Михаил Старостин. Желтый нашлемник Алексей Столяров. И синий нашлемник Семен Власов. И, к сожалению, Семен Власов совершил фальстарт. Да, неудача за неудачей. Посыпались на гонщиков команды Лукоил. Заезд будет безусловно остановлен. Семен Власов коснулся стартовой ленты до момента ее подъема. И исключается из перезаезда по правилам. Теперь Михаил Старостин остается в численном меньшинстве. И пара команды Восток. Отец и сын Игорь и Алексей Столяровы. Имеют возможность увеличить разрыв преимущества команды Восток. Над Лукоилом. Игорь Столяров, как и ожидалось, демонстрирует отличный старт. Но, я думаю, все четыре круга Михаил Старостин не оставит попыток обогнать Игоря Столярова. И, может быть, Михаилу удастся опередить ветерана команды Восток. Два легендарных гонщика. Игорь Столяров и Михаил Старостин ведут сейчас борьбу на треке. Ну и вы видите, Игорь Столяров пока отбивает атаки Михаила Старостина. Кстати, это отличительная особенность Игоря Столярова. Отличный старт, а вот далее опередить его нужно еще суметь. Посмотрите. И по большому радиусу здесь не стоит предпринимать даже попытки обгона. И по малому радиусу большой бреши здесь не найдешь. Поэтому Михаилу приходится рисковать, но по большому радиусу скорость достаточно не развить. По-прежнему Игорь Столяров лидирует и остается совсем немного до финиша. Еще одна попытка Михаила Старостина по большому радиусу. Нет, здесь слишком мало места. И остается всего несколько метров до финиша. И так тоже. Ну что ж, все-таки Игорь Столяров, как хозяин трека, завоевывает здесь три очка. Победа в этом заезде обеспечивает победу в заезде в целом. В команде «Восток» со счетом 4-2, ну а в матче, в матче уже 20-15 в пользу команды «Восток». И на ваших экранах Игорь Столяров, победитель шестого заезда сегодняшней гонки. На ваших экранах Виктор Михайлович Успенский и Владимир Алексеевич Селезнев, руководители команды «Восток». Конечно же, сейчас все и тщательно связаны с тем, как удержать вот это зыбкое преимущество в 5 очков. Я уверен, что вся борьба еще впереди. Напоминаю, что гонка ныне состоит из 18 заездов в этом году по регламенту. Так что все еще впереди. Всего треть гонки позади. Седьмой заезд. В порядке занятых дорожек. Семен Уласов, Григорий Харченко, Ренат Марданшин и Максим Карайчинцев. Григорий Харченко возглавил гонку. Ренат Марданшин по большому радиусу атакует Григория Харченко и выходит на первую позицию Ренат Марданшин. Далее следует Григорий Харченко. Третий. Третий сейчас Семен Уласов. И замыкает четверку гонщиков на треке Максим Карайчинцев. Пока без изменений. Ренат Марданшин причем продвигается не вплотную к бровке. Вот, по крайней мере, до сего момента. А несколько сместившись к ограждению трека. А Григорий Харченко тем временем перемещается уже, выбрав противоположную движению, траекторию движения Рената Марданшина. И по большому радиусу атакует Октябрьца. Вот очередная атака. Слишком далеко Григорий Харченко сместился сейчас к ограждению трека. И поэтому не сумел опередить Рената Марданшина. Впрочем, Ренат контролирует ситуацию на треке. Вы это видите. Более того, даже Семен Власов имеет возможность приблизиться и побороться с Григорием Харченко за вторую позицию. Итак, последние метры. Кто же? Финишную прямую все-таки лучше проехал Ренат Марданшин и финишировал первым. Итак, спортсмены уже уходят на пятый круг. В тылу борьбы гонщики не заметили. Не заметили отмашки судьи на старте. Четыре круга позади. Ренат Марданшин все-таки переиграл Григория Харченко, надо сказать. И только на пятом круге Григорий Харченко опередил Марданшин. Ну, Ренат вполне возможно уже расслабился даже. Ренат Марданшин три очка, Григорий Харченко два очка, Семен Власов одно очко. 4-2 в заезде и сокращается разрыв в счете. 22-19, но по-прежнему впереди команда «Восток». Участники девятого заезда на дорожке. Состав следующий. Первая дорожка белая нашли Микроберт Костчеха. Вторая красная. Михаил Старостин, третья желтая. Сергей Чекмарев и четвертая синий Ренат Гафуров. Итак, все внимание на старт. Роберт Костчеха. Но это даже отсюда заметно, насколько он великолепно стартует и возглавил гонку. Сергей Чекмарев оттесняет Михаила Старостина от внутренней бровки. Михаил перемещается на четвертую позицию. А вот сумеет ли Ренат Гафуров удержаться на втором месте в заезде? У Рената это получается, но впереди Роберт Костчеха. Ренат Гафуров, второй, третий Сергей Чекмарев и лишь четвертый Михаил Старостин. Ну что, Сергей Чекмарев, может быть, поступил и правильно. Здесь борьба должна быть на каждом сантиметре дистанции. Так оно и произошло. Нарушения правил не было, поэтому заезд не остановлен. Гонка продолжается. И продолжается она не в пользу гонщиков Лукоила. Впрочем, возможности для улучшения ситуации есть. Ренат Гафуров атакует Роберта Костчеху. Плотную за поляком Ренат Гафуров продвигается по дистанции. Тем временем и Михаил Старостин не теряет надежд. Не теряет надежд на опережение Сергея Чекмарева. И вот гонщики поравнялись. За полкруга до финиша Михаил Старостин нагнал Сергея Чекмарева. Но вот опередить гонщика команды «Восток» ему не удалось. И спортсмены финишируют с преимуществом команды «Восток». Роберт Костчеха, Ренат Гафуров, Сергей Чекмарев и Михаил Старостин. В этой последовательности гонщики финишировали 4-2 в пользу команды «Восток». В заезде и счет в матче 26-21. Вновь впереди гонщики команды «Восток» с пятиочковым преимуществом. Девятый заезд. Состав участников на ваших экранах. Игорь Столяров демонстрирует отменный старт по большому радиусу. Его атакует Эдуард Шайкулин. И Эдуард опережает Игоря Столярова. Знакомая ситуация, не правда ли? Всего несколько заездов назад. Нечто подобное мы уже видели. Сейчас Толгат Галеев по внутренней бровке атакует Игоря Столярова. Самую малость не хватило Толгату, чтобы опередить ветерана команды «Восток». Еще одна попытка. И вновь Игорь Столяров отбивает эту атаку. Ну а лидирует, напоминаю, Эдуард Шайкулин. Сейчас, я думаю, Толгат еще одну попытку предпримет. Попытка обгона. Половина дистанции позади. Всего пару метров разделяет Игоря Столярова и Толгата Галеева на дистанции. Вот на выходе из поворота преимущество несколько увеличивается. Однако далее вновь спортсмены едва не поравнялись. На последний круг, тем не менее, Игорь Столяров уходит вторым. Да, картина повторяется буквально в каждом заезде. Игорь Столяров демонстрирует отличные старты. И обогнать его крайне сложно. Последняя атака. Но и она не удалась. Толгат Галеев финишировал только третьим. Победителем заезда становится Эдуард Шайкулин. На второй позиции Игорь Столяров. И четвертым здесь финишировал Алексей Столяров. 4-2 в пользу команды Лукоил завершился заезд. И счет в матче 28-25. Лидирует хозяева трека. Ну что ж, преимущество несколько сокращается. Но я думаю, что не стоит падать духом нашим спортсменам. Еще все впереди. Десятый заезд. Старость Сингапуров. Харченко-Канонец. Григорий Харченко выигрывает старт. Ренат Гафуров берет на себя роль лидера в октябрьской паре. И атакует сейчас Григория Харченко. Самую малость минут не хватает октябрьцу. Ну что ж, по-прежнему гонщик Востока впереди. На второй позиции Ренат Гафуров. Третий Михаил Старостин. И четвертый Максим Канонец. Максим стартует сейчас впервые в заезде. Я напоминаю, он стартовал в первом заезде. Но буквально на первом повороте совершил падение. И далее не стартовал. И сейчас, я думаю, Григорий Харченко будет принимать поздравления от многочисленной армии болельщиков команды Восток. А стадион, кстати, переполнен неизменно на каждой гонке. Впрочем, как и в Октябрьском, за редким исключением, стадион переполнен. Итак, Григорий Харченко, победитель 10-го заезда, обеспечивается ничью в этом заезде. И по-прежнему трехочковое преимущество команды Восток после 10 заездов. 31-28. Сергей Чекмарев выезжает на дорожку, как участник 11-го заезда и Роберт Косчеха. Роберт Косчеха именно так правильно произносится в фамилии этого спортсмена. Итак, мы смотрим неудачный старт Роберта Косчехи. Впереди гонщики команды «Лукойл» Толгат Галеев и Эдуард Шайхулин. Шайхулин сейчас перемещается на первую позицию. А, к сожалению, Сергей Чекмарев, к сожалению, для нас с вами опередил Толгата Галеева. Но Толгат тут же вернул себе вторую позицию. И по-прежнему наши гонщики впереди. Впрочем, рано радоваться. Я думаю, Сергей Чекмарев еще попытается обогнать Толгата Галеева. Ну а где же Роберт Косчеха? Пока его не видно. Нет, он четвертый на дистанции. Вполне возможно, что-то с техникой у Сергея Чекмарева. Он замедлил движение. Сходит с дистанции. И теперь Роберту Косчехи будет очень сложно в одиночку бороться с гонщиками команды «Лукойл». Эдуард Шайхулин и Толгат Галеев возглавляют гонку. Ну что ж, если так заезд и завершится, то вперед выйдут наши спортсмены. Всего трехочковое преимущество было перед этим заездом. Трехочковое преимущество команды «Восток». И на четвертый круг Толгат Галеев, едущий сейчас по дистанции вторым, уходит с небольшим преимуществом по отношению к Роберту Косчехи. На последнем повороте Эдуард Шайхулин безошибочно подвигается и финиширует первым. Толгат Галеев второй, третий Роберт Косчеха и 5-1 в заезде в пользу команды «Лукойл». Ну, наконец-то вперед выходят гонщики команды «Лукойл», а Роберт Косчеха с досадой ударил по ручке газа мотоцикла. Но это не от того, что мотоцикл плохо работал, просто Роберт Косчеха не сумел в этом заезде хорошо проехать. Марат Галеев помогает завести мотоцикл Семену Власову. И сейчас Власов будет стартовать по второй дорожке «Морданшин», по четвертой – это наши спортсмены. Ну, а старт выигрывает, естественно, Игорь Столяров. Кто же еще? Итак, Столяров первый на дистанции, его вдоль внутренней бровки атакует Семен Власов. И по большому радиусу «Морданшин» сразу три спортсмена поравнялись на втором повороте первого круга. И Игорь Столяров, не выдержав напряжения, падает. Падает самостоятельно. Очевидно, заезд останавливается. И сейчас наиболее справедливым решением, конечно, здесь является исключение Игоря Столярова. Самостоятельно спортсмен упал. Просто слишком напряженно гонщики ехали. Малейшее неправильное движение. И кто-либо из спортсменов мог упасть. И, к сожалению, падение совершил Игорь Столяров. К сожалению, потому что любое падение в спидвея – это опасность травмы. И, кстати, сейчас на ваших экранах справа в инвалидном кресле Аркадий Кананец. Вот такая обыкновенная житейская ситуация завершилась травмой, которая не позволила Аркадию Кананцу продолжить свою спортивную карьеру. Но, тем не менее, Аркадий Кананец сейчас всегда рядом с командой и выступает за команду его сын Максим Кананец. В перезаезде без Игоря Столярова Семен Власов и Ренат Марданшин без проблем разбираются с юниором команды «Восток» Максимом Карайчинцевым и везут пять очков для команды «Лукойл». Ну что ж, пока на треке ничего интересного не происходит, хотя происходят довольно приятные события сейчас. Я расскажу вам о том, как завершился полуфинал личного чемпионата Европы в городе Ровно. Это молодежное первенство для юниоров до 19 лет. Так вот, победу там одержал Збигнев-Червинский, польский спортсмен, 14 очков, плюс победа над Ренатом Гафуровым из команды «Лукойл», у которого также 14 очков и второе итоговое место в полуфинале. Но меньшего мы от Рената и не ожидали. В прошлом году, напомню, Ренат занял восьмое место в финале. Кроме Гафурова и Червинский в финал вышли поляк Лукаш Романок, 12 очков, столько же у Чеха Томаша Суханека, 10 у немца Матиуса Шульца и запасная путевка у Дениса Гизатулина, 9 очков. Сразу два юниора команды «Лукойл» будут стартовать в финале Европейского молодежного первенства. Не прошли в финал поляк Рафал Шомберский, 7 очков, и россиянин Илья Бондаренко, также 7 очков, и девятая позиция в итоговом протоколе. Но скажу, что оба они финишировали только в трех заездах. Однако, если бы смогли провести все заезды в полной мере, я думаю, и тот, и другой могли бы быть в финале. Не прошли также в финал занявшие десятое место украинец Антон Тунделос, 7 очков, и его соотечественники. 14 место чемпион Украины среди юниоров Сергей Синько, 3 очка, и 15 место Дмитрий Мусиевский, 1 очко. Всего в гонке принимали участие 15 спортсменов. Итак, дорогие друзья, мы подводим итоги с начала 12-го заезда, в котором Семен Уласов и Ренат Морданшин переиграли Максима Карайченцева со счетом 5-1. И увеличили разрыв в счете до 5 очков. И сейчас в 13-м, прошу прощения, заезде лидирует на дистанции Эдуард Шайкулин, а Талгат Галеев преследует, преследует вплотную Григория Харченко. Но пока Харченко отбивает атаки нашего спортсмена. Четвертый на дистанции Максим Кананец. Ну что ж, последний поворот 13-го заезда, и наши спортсмены увеличивают преимущество Октябрьской команды. Эдуард Шайкулин, Григорий Харченко, Талгат Галеев и Максим Кананец. 4-2 в заезде и 42-35 в матче в пользу команды Лукоил. Итак, состав участников 14-го заезда сегодняшней гонки. Роберт Косчеха, Семен Власов, Сергей Чехмарев и Ренат Морданшин. Роберт Косчеха и по большому радиусу Ренат Морданшин. Ренат Морданшин возглавил гонку. Ну а Семен Власов все-таки уступил. Уступил Роберту Косчехе вторую позицию. Но вплотную за Косчехой Власов продвигается по дистанции. И лишь четвертый на дистанции Сергей Чехмарев. Ну что ж, вновь преимущество на треке на стороне Октябрьцев. На стороне Октябрьцев, однако Сергей Чехмарев, посмотрите, атакует Семена Власова. Но по большому радиусу сегодня очень сложно, очень сложно совершить обгон. И я думаю, что Семен сумеет отбить эту атаку. Да, сейчас Семен удержал третью позицию на дистанции. Впереди, впереди Ренат Морданшин. Ренат Морданшин отбивает атаки Роберта Косчехи. Косчеха также пытается по большому радиусу что-либо предпринять. Но, понимая, что Семен Власов совсем недалеко, отстает от него. Косчехе приходится думать и об обороне одновременно. И Ренат Морданшин выигрывает 14-й заезд. На второй позиции Роберт Косчехов. Финиширует третий Семен Власов и четвертый Сергей Чехмарев. 4-2 в заезде в пользу Лукойла. И уже 46-37 в пользу октябрьской команды в матче. Денис Ифудинов. Денис Ифудинов помогает завести мотоцикл Михаилу Старостину. И в 15-м заезде Михаил Старостин будет стартовать в паре с Ренатом Гафуровым. Ну, а это Роберт Косчеха. К сожалению, для дальневосточников не сумел он сейчас помочь местным спортсменам. Игорь Столяров выигрывает старт. Ну что ж, об этом даже уже, пожалуй, можно и не говорить. Ренат Гафуров атакует Игоря Столярова вдоль ограждения трека. А по внутренней бровке продвигается Михаил Старостин. И первый круг Игорь Столяров пока отбил. Отбил атаки гонщиков Лукойла. Но сейчас будет ему все труднее и труднее. Ибо, когда гонщик атакует сразу два спортсмена, приходится работать на два фронта. И по внутренней бровке, и по большому радиусу может произойти обгон. И вот сейчас Игорь Столяров закрывает траекторию движения Рената Гафурова. Проворонил рывок Михаила Старостина по внутренней бровке. Михаил, уже опережая Игоря Столярова, обеспечил место для обгона и Ренату Гафурову. Ну что ж, дорогие друзья. Октябрьцы справляются с поставленной задачей. И захватывают преимущество в этом пятнадцатом уже заезде сегодняшней гонки. Михаил Старостин и Ренат Гафуров, пропустив вперед на старте Игоря Столярова, тем не менее сумели переломить ход этого заезда и выиграли его со счетом 5-1. И счет в матче уже 51-38 в пользу гостей, в пользу гонщиков из Башкортостана. Эдуард Шайхулин готовит свой мотоцикл к ближайшему заезду. Ну, а сейчас у нас стартуют юниоры. Шестнадцатый заезд. Ренат Гафуров будет стартовать с Семеном Власовым в паре. За команду «Восток» стартуют Алексей Столяров и Максим Карайчинцев. Семен Власов и Ренат Гафуров на первых двух позициях в этом заезде закрепились. И я думаю, что никаких уже проблем не будет, если только не подведет техника. Будем надеяться, что ничего неудачного здесь для октябрьцев не произойдет. И если сейчас наши юниоры выиграют заезд со счетом 5-1, то досрочно обеспечат победу октябрьской команды. Ну что ж, я думаю, самое время сейчас рассказать о том, как прошел юниорский этап чемпионата России. Это первый этап в городе Тольятти 3 июня текущего года. Выиграл его сенсационно Артем Менигалеев, выступающий за команду «Лукойл». 12 очков и переиграл Артем своих соперников прежде всего тактически. Не совершив ни одной ошибки, Артем набрал 12 очков, занял первое место. Остальные фавориты сезона совершили по одной и даже по две ошибки. Ренат Гафуров, второе место, 11 очков при одном падении и 3 очка в перезаезде. Второе место в перезаезде и третье место в гонке. Илья Бондаренко, у него также 11 очков и сход в пятой серии основных заездов. 11 очков набрал и Денис Сайфудзинов, но совершил падение во второй серии заездов. В перезаезде он не участвовал из-за порыва цепи. И вот, кстати, на ваших экранах был Артем Менигалеев. Ну что, дорогие друзья, наши юниоры неплохо начали этот сезон. Я подведу итоги 16-го заезда, в котором наши юниоры Семен Власов и Ренат Гафуров переиграли своих сверстников из команды «Восток» Максима Карайчинцева и Алексея Столярова со счетом 5-1 и обеспечили досрочную победу в матче команды «Лукойл». Сейчас на дистанции лидирует Игорь Столяров, на второй позиции Михаил Старостин, третий Сергей Чекмарев и четвертый Талгат Галеев. Особого значения этот заезд не имеет, поэтому продолжу все-таки рассказ о первом юниорском этапе. Итак, пятое место в гонке занял Семен Власов. 9 очков, причем при двух падениях, при двух падениях в основных заездах. Шестое место Максим Калимулин, 9 очков. Седьмое – Дмитрий Решетов, молодой спортсмен из Тольятти, при одном падении также. Восьмое место в гонке занял еще один юниор «Лукойла» Денис Гизатулин. 8 очков и также при одном падении. Дмитрий Старостин совершил падение, также в одном из заездах и более не стартовал. И юниоры «Востока». Максим Кананец – 1 очко в 4 заездах. Алексей Столяров – 6 очков в 5 заездах. Максим Карайчинцев – 6 очков также в 5 заездах. И в 5 заездах 4 очка. Алексей Харченко – сын Григория Харченко. Ну, естественно, эти спортсмены не вошли в число сильнейших в этой гонке. Ну что ж, Григорий Харченко готовится к 18 заезду. А в 17 счет заезда 4-2 в пользу команды «Восток». Без изменений спортсмены проехали по дистанции. И перед заключительной гонкой дня 58-43 в пользу «Лукойла». Итак, сильнейшие на старте. Роберт Косчеха имеет небольшое преимущество в стартовой 30-метровке. Его атакует Ринат Марданшин. Тем временем Эдуард Шайхулин едва не совершил падения на выходе из поворота, но удержался в седле мотоцикла и продолжает движение только четвертым по дистанции. Третий на дистанции Григорий Харченко. Итак, на втором круге спортсмены продвигаются по треку в следующем порядке. Роберт Косчеха, Ринат Марданшин, Григорий Харченко и Эдуард Шайхулин. Скажем так, заезд престижа. Стартуют самые результативные гонщики команд, но победа «Лукойлу» уже обеспечена. Ну что ж, дорогие друзья, нужно констатировать факт. Главный тренер «Лукойла» Равиль Газиятов сумел все-таки внести коррективы в стартовую установку на матч, и гонщики сумели переломить ход поединка. Здесь уже, как говорится, проявился тренерский талант Равиль Газиятова, но главными кузнецами победы, безусловно, стали сами спортсмены, герои матча. Итак, Косчеха, Марданшин, Харченко и Шайхулин. 4-2 в пользу команды «Восток». С таким счетом завершился заезд и итоговый счет в матче 60-47 в пользу команды «Лукойл». Роберт Косчеха совершает круг почета с сыновьями Григория Харченко, и нам остается подвести итоги сегодняшней гонки. В «Лукойле» просто великолепно смотрелся Ренат Марданшин. Очень хорошо поехали Эдуард Шайхулин, Михаил Старостин, Ренат Гафуров и Семен Власов. Немного не дотянули до положенной планки Талгат Галеев и Денис Сайфуддинов, но тем не менее задача выполнена. Первая победа в сезоне достигнута. В команде «Восток» выделялись Роберт Косчеха и Григорий Харченко. Отметим отличные старты Игоря Столярова, но подвели дальневосточников-юниоры. Кстати, уже третью гонку подряд в этом сезоне. Дорогие друзья, я еще раз приношу свои извинения за недостаточно четкую картинку на экране. Скажу, что видеозапись мы получили из Владивостока примерно вот в таком состоянии. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире!